Жизни одесситов угрожают гололеты-сосульки. Коммунальные службы не справляются с большим объемом работы. Травмпункты посетили уже более тысячи людей. Ирина Стребко, далее. Гололеты-сосульки укладывают на больничные койки огромное количество одесситов. Все истории по классическому сюжету. Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Новый год уже для многих начался нерадостно. В травмпункт на Болгарской за первую неделю этого года уже обратились около 300 человек. За последнее время в связи с гололедом количество увеличилось. В основном уличные травмы. Ну так 32 человека в сутки в среднем. На Новый год было 36 человек. По словам врачей, на новогодние праздники, кроме тяжелых травм, многие одесситы получили ушибы и растяжения. Но не обращали за медицинской помощью, так как не могли добраться до медучреждения из-за неубранного снега. Коммунальные службы и сегодня с трудом справляются с уборкой тротуаров и дорог. Ну первое время, наоборот, обращаемость понизилась, потому что люди не могли добраться. То есть они ломались, но не приезжали. А теперь, когда уже дороги расчистили, то все стали к нам приезжать. Опаснее скользкого льда сосульки, которые свисают с крыш. Несколько дней назад в центре города на одесситку упала большая глыба льда. По словам врачей, пострадавшую госпитализировали с рваной раной головы, гематомой и сотрясением мозга. Одесситы, чтобы уберечь себя и других от несчастного случая, самостоятельно ограждают тротуары снегом, чтобы люди не заходили на опасный участок. Единственный совет для всех нас – быть внимательными и бдительными.